я приветствую всех на нашем канале сегодня мой видео обзор посвящен очень такой болезненной теме очень насущной теме это плодородие почвы очень часто мы на наших дачных участках вроде бы все делаем и поливаем и удобряем и ухаживаем за растением но увы результат нас не радует растение хилы урожай маленький и получается на выходе совершенно полная ерунда отчего же это происходит одним из важных факторов конечно же является это плодородие почвы это основополагающие составляющие хорошего урожая как же создать тот самый питательный слой в почве что для этого нужно знать ну конечно первый набер вы должны определить какой тип почвы на вашем дачном участке условно их можно поделить на несколько групп первая группа это глиняная почва это наверное самые трудные почва для возделывания она очень плохо плотные в растении в неплохо дышат корневая система плохо развивается грунт очень достаточно тяжелый она медленно прогревается и в общем-то достаточно тяжелой для растений то есть и структура у него мало подходит для выращивания именно вот таких вот культурных растений песчаные и супер песчаные почвы это тоже считается сложными почвами так как на них слишком быстро все уходит то есть полив внесение питательных веществ уходит в те слои почвы в которых растением и корням тяжело достать то есть соответственно она очень быстро пересыхает слишком легкая растение себя в ней плохо чувствует и последнее это суглинистая почва это одна из самых пригодных для хозяйственной деятельности почвы то есть это самое оптимальное решение повышение плодородия почвы это очень длительный и трудоемкий процесс но тем не менее начинать в общем-то никогда не поздно могу сказать что интересный факт такой что в естественных условиях для создания плодородного слоя толщиной в один сантиметр уходит более 300 лет вот представьте насколько он ценен и важен этот именно плодородный слой для того чтобы повысить на вашем дачном участке состав и качество почвы плодородный стоил лучше первое вы конечно же должны соблюдать это все вооборот нельзя выращивать растения на одном месте из сезона в сезон обязательно нужно чередовать культуры и желательно бы конечно же возвращать культуры не раньше чем через три года на одно и то же место сеять сидираты о пользе сидиратов и выращивать как сеять сидираты я в ссылках под видео вам дам кому интересно посмотрите мы рассказывали и какие сидираты лучше сеять когда в какие периоды для чего они вообще нужны но могу сказать одно если так кратенько подытожить что я бы советовал вам высаживать сидираты микс то есть не одного только какого-то определенного вида а именно миксовый для того чтобы улучшить во первых и плодородный почву слой почвы и соответственно конечно обогатить почву минеральными веществами макро и микроэлементами внесение органики это тоже является одним из самых важных элементов для улучшения плодородия почвы могу сказать так что для внесения органики лучше использовать весь осеннее время если вы решили внести органику все-таки весной то конечно мы используем только зрелый компост и зрелый навоз для осеннего внесения можем вносить полупревший навоз это за период времени навоз приобретет ту самую структуру и разложится то есть достигнет той своей самой зрелости нужной нам вот для образования плодородного слоя ну и конечно же посадка растений которые обладают фитоцинтами свойствами это такие как бархатцы календула редька горчица да даже просто обычный чеснок они могут обеззараживать почву удивительно но факт поэтому внесение посев вот таких вот добрых растений которые способствуют обеззараживанию почвы это тоже один из важных моментов для создания плодородного слоя почвы а теперь я хочу остановиться на повышение плодородия почвы именно конкретных грунтов то есть если грунт у вас глинистый как повысить его плодородие первое мульчирование почвы внесение в своевременное известкование внесение минеральных и органических удобрений органику мы вносим при глубокой перепашки на глубину где-то двадцать пять тридцать сантиметров лучше конечно это осеннее внесение ну и конечно же применение торф и перегной это вот важные моменты для повышения плодородия песчаных супер песчаных почв должны помнить что высевание конечно же сидиратов особенно люпина конечно же внесение органики весной и осенью весной при глубокой перепашки на 30 сантиметров мы перекапываем а весной на глубину 15 сантиметров ну и конечно же с внесением органики мы вносим минеральные удобрения вот такое вот коль комплексное внесение питательных веществ будет способствовать тому что конечно плодородие будет у вас улучшаться от года из года в год но могу сказать одно что процесс это длительный но он того стоит еще раз хочу повториться что хорошие качественная почва плодородная это залог хорошего урожая и здоровых растений я желаю вам всех хороших урожая и здоровья в вашем нелегком труде оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами всем пока урожая и здорово урожая и здоровья урожая и здоровья урожая и тяги и спорт урожая и